Солигорская детская школа искусств Одержали блестящую победу на областном отборочном туре престижного международного конкурса Фортепианное отделение – это одно из ведущих отделений нашей школы На отделении занимаются 54 учащихся 9 учителей работают в направлении специальная фортепиана Ежегодно наши ученики школы участвуют в конкурсах различного уровня Это областные, республиканские, международные конкурсы И, конечно, завоевывают победы В этом году предстоит состязание в одном из самых престижных, главных классических конкурсов Это международный детский конкурс «Музыка надежды», который проходит в Гомеле Этот конкурс проходит ежегодно по разным номинациям В этом году номинация фортепиана Жюри этого конкурса – это самые значимые музыканты в области фортепианного исполнительства И возможность участия в этом конкурсе довольно сложная Это долгий путь, непростой Впервые среди семи отобранных музыкантов, готовых представить Минскую область На заключительном этапе сложнейшего международного конкурса «Музыка надежды» Трое представители одной школы одного региона Софья Щербова, Мария Лошук и Ефросинья Жданович Несмотря на юный возраст, им предстоит серьезная борьба На следующих двух турах заключительного этапа данного конкурса Который состоится в декабре в Гомеле Ефросинья Жданович 12 лет, учащийся 6 класса фортепианного отделения Музыкой девочка начала увлекаться с 6 лет Любовь к творчеству привила мама и учитель по совместительству «Музыка надежды» далеко не первый конкурс, в котором Ефросинья участвует и побеждает Каждое участие в конкурсах – это какая-то новая ступень в моем музыкальном становлении Это новые эмоции, это общение, знакомство с конкурентами Музыка – это моя жизнь История международного конкурса «Музыка надежды» ведет свое начало с 1996 года Жюри возглавляют выдающиеся музыканты-профессора Уровень конкурса настолько высок, что его победители без экзаменов зачисляются в самые престижные учебные заведения республики На данный момент, сейчас, самыми значимыми конкурсами для меня будут Это «Музыка надежда» в Гомеле и конкурс «Щелкунчик», который состоится в Москве А также довольно запоминающимся событием в истории моей музыкальной жизни Станет мой сольный концерт, который называется «Я прикасаюсь музыкой к душе» И который состоится 24 ноября в 18.00 в этом концертном зале Пользуясь случаем, всех приглашаю Ефросинья Жданович по итогам отборочных прослушиваний приглашена к участию в международном телевизионном музыкальном конкурсе «Щелкунчик» Город Москва Тонкий, изысканный артистизм и мастерство Ефросиньи никого не оставят равнодушным Больше всего мне нравится несколько композиторов Мне нравится музыка Баха, музыка Нарая Ахманинова, очень люблю его прелюзии И музыка Шопена Эти композиторы в свои произведения вложили какую-то часть себя Что заставляет слушать, когда слушаешь эти произведения, что делает их интересными Вместе с педагогами талантливые дети имеют за плечами колоссальный опыт Сотканный из невероятного трудолюбия, мастерства, глубокой вовлеченности в искусство пианизма И как следствие высоких заслуженных наград Софья Щербова, Ефросинья Жданович, Мария Лошук Неоднократные лауреаты и обладатели Гран-при многочисленных конкурсов Возгласы браво и бурные овации неизменно взрывают концертные залы После каждого выступления десятилетней Софьи Щербовой Зрителей покоряет виртуозность и филигранная музыкальность этого маленького вундеркинда Только за прошлый учебный год Софья трижды вместе с восторженными отзывами Принимала из рук прославленных музыкантов Беларуси гран-при конкурсов высочайшего уровня Посещаю я уже пять лет фортепиано-отделение И именно на фортепиано натолкнули меня родители Потому что я родилась в творческой семье Каждый родитель умел на чем-то играть И хотели, чтобы я пошла по стопам родителей Так и случилось Софья посещает детскую школу искусств ежедневно Репетиции по несколько часов Музыка не только не мешает учебе в школе, а наоборот помогает Девочка-отличница, научно доказанная игра на фортепиано полезна для развития детей На сцене Софья полностью погружается в композицию Наслаждается, проживает, чувствует Для меня самый запоминающийся конкурс Это республиканский конкурс имени Оловникова Потому что, когда я выступала Я выступала в день своего рождения Да, и была самой юной участницей в своей категории Но это не остановило меня Получить самую высокую оценку жюри Гран-при Ведет Софью к вершинам Светлана Петрович Учитель по классу фортепиано На счету талантливого педагога Огромное количество побед на самых престижных конкурсах Я очень рада, что я явилась тем проводником Для Сони Который дает ей возможность Правда, высоко взлетать Потому что на ее счету уже победы в 12 конкурсах Самого высокого масштаба Только в прошлом году она завоевала 3 гран-при Гран-при – это самая высокая награда конкурса Вне зависимости от категории Она стала абсолютным победителем В трех конкурсах Вот, поэтому, конечно, мы идем дальше И огромные планы Не только по покорению нашей республики Но, конечно, есть планы Идти дальше, выше И, конечно, учить новую программу И вот я надеюсь, что вы услышите ее еще в конкурсе Just Time в этом году Помимо классической музыки Она занимается еще в джазовом направлении Каждый ребенок талантлив Только нужно разглядеть его Помочь проявиться Найти свой путь Поверить в себя Я вообще счастлива прикасаться к талантливым детям Прикасаться к их судьбам И даже если они не выберут профессию музыканта Профессию исполнителя своей Это колоссальный опыт в их жизни Опыт по преодолению Опыт приобретения, преодоления Опыт постоянно завершать начатое Добиваться невероятных вершин И, конечно, когда аплодирует публика Вы правы сегодня были Когда она заканчивает свое выступление И могут несколько раз приглашать на бис Браво кричать Конечно, очень приятно Признание публики, наверное, для артиста Аплодисмент – это самая лучшая награда 13-летняя Мария Лошук занимается музыкой На протяжении 7 лет В 2020 году стала стипендиатом Специального фонда президента Республики Беларусь По поддержке талантливой молодежи В том числе и по результатам выступления На музыке «Надежды» В этот раз Мария настроена решительно И представит на суть жюри Сложнейшую программу Которые по уровню трудности Соответствуют требованиям высших учебных заведений Ежедневно занимается с девочкой Жанна Чакур Талантливый учитель Всегда поддерживает и ведет Марию к новым вершинам Мне было, если честно, очень страшно Что я не пройду Но когда мне сказали, что я пройду Ну, мне было приятно очень Что все-таки я поеду в Гомель Мне там очень в прошлый раз понравилось Ну, я очень рада была Мой педагог Чакур Жанна Николаевна Я ее очень люблю Мы с ней очень долго знакомы Наши мамы дружат хорошо Она для меня комфортный учитель Мне с ней очень радостно заниматься Я очень люблю с ней заниматься Жду каждого занятия И я понимаю, что это мой педагог Она мне подходит Классическая музыка сопровождает Марию с детства Спокойные мелодии, фортепианное или органное звучание Камерные инструменты, длинные композиции Содержательные произведения Классика никогда не надоест Говорит Мария Обожаю играть Жатву Чайковского Просто любимое мое самое произведение Я его везде играю просто Мне еще она не надоела Хоть я его играю, может, полтора года уже Но, мне кажется, она мне не надоест никогда Мария Лошук – девушка разносторонняя Помимо музыкальных увлечений Занимается еще и спортом и рисованием Я очень люблю плавать Профессионально занимаюсь У меня имеется третий взрослый разряд по плаванию Еще очень люблю рисовать Я ходила в художественную школу Пять лет Но сейчас я сама рисую Мне нравится очень Участие в конкурсе «Музыка надежды» Это новый интересный опыт И возможность показать себя На соревновании высокого уровня Пожелаем нашим солигорским пианистам И их педагогам успехов и новых вершин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин